мостик смотрю знак оси три с половиной метра высота ё-моё а у нас 4 как вы думаете пройдем не пройдем сейчас тот друг дружку поцелует блин люблю такие груза возить знает что нигде ничего не поедет всем привет едем мы с вами сегодня по кургану заводу макфа грузится мукой так и здесь у нас что-то на пути какие-то сюрпризы сейчас обещают через 600 метров до железнодорожного мостика мы сейчас поедем здесь вот почему-то висит знак через 300 метров грузовикам запрещено но нам по-другому тут никак нельзя да ребятки впереди у нас испытания мостик смотрю знак оси три с половиной метра высота ё-моё а у нас 4 как вы думаете пройдем не пройдем одеваться то больше нам некуда только вперед он видно кто-то полоски то оставлял уже форой то цепляли блин нет нормалек прошли а дальше знак грузовикам больше 10 тонн запрещено а у меня пустой только 16 300 весит ну чё поехали мы едем грузиться чё делать другой дороге здесь как нет так по ходу мы приехали до говорили тут площадочка такая регистрация на погрузку о точно то есть смотри-ка мы на месте так сейчас запаркуемся пойдем отмечаться производственная площадка города кургана макфа мы приехали даже тетенька сказал ну вот не успел я позавтракать а уже подошел охранник давай как заезжать ну чё делать надо заезжать раз зовут сейчас мы с вами заодно и экскурсию проведем по этому мукомольному заводу сейчас весы у нас взвесимся как обычно коллег как раз выезжает разрешат снимать значит значит будем снимать не разрешат значит не будем но мне хочется вам показать всю нашу жизнь на колесах вот а да я я думаю вам тоже это интересно даже вот все эти мелочи мелочи а приятно ждем команды вот у меня даже не доеденный бутерброд но быстрее доедать и допивать кофе а то там по переездам поедешь как бы все не упало вот так все на лету и на ходу сейчас объяснит куда ехать блин это вот не надо сам не люблю все поехали за ним направо по кругу заводишь к такой еще старинные времена построен элеватор все еще в советских времен наследство да а тут вот домик то как после бомбежки стена обвалилась пытались пытались что-то заштукатурить и все вместе со штукатуркой отлетела но это так отступление от темы едем мы на склад погрузки как раз там даже стрелочки нарисовано не промахнешься сейчас будем грузиться мукой но честно говоря сначала был адрес деревню какую-то в ярославскую область но говорят что скорее всего будет переадресация но в любом случае мы пойдем на нижний новгород через дом весь вопрос в том сколько времени дадут на дорогу да заборчик все под колючей проволокой а за колючей проволокой рыночек какой-то здесь паровозики со времен войны еще стоят да здание конечно можно музей сразу заносить сейчас тот друг дружку поцелует блин как хочется каждому быстрее припарковаться да да и один припаркуется второй по нему ну все камазика заел одного что раньше всех приехал ночь ночевал а мы тут с утра приехали вперед него паркуемся вот так и получается чипп до дтп он у него уже правой сторонат я не знаю крыло вин колесо бабахнула крыло оторвано давайте ребята разберитесь между собой а я подожду пока так на что мы припарковались пойдем посмотрим как получилось получилось все чудесно ребят спичный коробок не пролезет башмачочек обязательно техника безопасности превыше всего подальше вот так чтобы не сильно задавило ну что глушим и пойдем смотреть процесс ребятки машинку у нас закачалась пойдем посмотрим как идет этот процесс хоть он везде одинаковый но надо смотреть что грузит мы на самосвале и нам не все равно как нам насыплю там чего нам не и самосвалом высыпать все окошечки оформление документов а не подскажешь по лету сколько будет 26 все ну принципе все одно и то же надо только посмотреть чтобы пачки были нерваные палеты не подраны одним словом чтобы без брака 3 а сколько 26 будет давай две поставим и предпоследний сюда поставить давай так 2 а ну то что ребятки вот и все процесс завершён меня загрузили все чудесненько все как ровненько стоят полить люблю такие груза возить знаешь что нигде ничего не поедет не завалится ну что ж ребятки отправляемся в путешествие а маршрут у нас теперь курган ярославская область деревня какая-то поподробнее адрес потом посмотрю сейчас неважно сейчас равно пойдем дадим гадки ну что вот по весам по электронным кто не в курсе надо есть такая фишка смотрим 6 880 половиной и на прицепе у нас ровненько по 6 тонн 8 общий вес 17 300 сравниваем с развесовочкой так все чудесненько 16 820 прям в 20 килограмм задняя ведущие 8 с половиной 8 420 на 80 килограмм номер потому что единичка идет от соток прыгает а здесь все в точности килограмм ну и зад немножко там а также где в 100 где 140 килограмм заднего 240 ни о чем ну вот теперь мы со спокойной душой с хорошим весом отправляемся в путешествие так что оставайтесь будет все интересно еще впереди ну чтож так уж вышло что встал я последний на погрузку а выезжаю 1 здесь нет никакого подвоха ребята просто загрузка у меня должна была быть еще вчера но так как с выгрузкой затянулась поэтому вчера я не успел накинули они меня быстренько и сроки у меня сжатый посмотрим будем разговаривать это немыслимо 2000 километров до ярославской области куда-то ведь за два дня я сожалению не купил билеты на авиалайнер всего лишь еду на дафе 105 410 к был под капотом но ведь и меня так быстро не донесут тем более ребята у нас это вообще такая область не рассчитаешь то нормально по сухолётом проходит что упрешься в какой-нибудь батыр и все и труба твоему времени ладно будем надеяться на лучшее что вот здесь немножко заезд так старая это новый вес попасть клею шлагбаум открыт значит можно заезжать охрана идет мы сидим в машине не выходим так все ребятки уезжаем сейчас горит на улицу выйдешь и здесь мы тебя откроешь ворота и мы тебя опломбируем пойдем пломбируется едем ребятки сейчас опять под этот страшненький мостик пойдем ну раз уж мы сюда заехали не задели я думаю выезжать мы будем тоже ничего там не должны задеть раз уж стоит одна высота ну конечно высота стоит занижена чехоли у нас во многих местах так стоят с этой стороны удобно заходить чтобы справа никто не подлез так поехали то есть тоже так с половиной уж думаю раз везде одинаково значит и тут одинаково все все отлично опасность миновала но что в путь далекий путь нелегкие отправляемся мы с вами пока до нижнего новгорода она по пути сейчас еще в гости заедем володе шиномонтажек с шиномонтажу вот это у нас на двести семьдесят седьмом километрики обязательно вам об этом расскажу